Всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Винстаган Слой77, сегодня у нас будет обзоре карта, называется она очень лесная, по-моему это первая работа автора, вполне возможно что-то как-то я упустил этот момент, какая бы она ни была, оценим по достоинству. Значит на карте будет один гараж, который открыт, одна заправка, один лесоповал, две точки погрузки, 5 пилорам, 7 точек разведки, 4 автора на старте, заменяемые, я их заменил, автором данной карты у нас является Николес84, правильно прочитал? Да, правильно, обзорчик ребят по просьбе автора, также автор попросил эту карту опубликовать на сайте СТМО, что собственно говоря я сделаю, ссылочка под видео присутствует и в моей группе, вместе с этим видео эта карта будет опубликована. Ну что ж, давайте начнем и посмотрим, что же здесь автор у нас здесь наваял, интересного, задорного, познавательного. Ну, стартуем мы с вами вот на таком пятачке, да, здесь у нас с вами протекает река, можно сказать не то, что мы на пятачке стартуем, мы стартуем с вами на острове, выезд которого буквально только один. Да, вот благодаря волшебной камере я могу вот этого делать, все такое проделать. Так, у меня фристайм включен, да, включен. Так что будет у нас здесь все время солнышко. На камазике давайте прокатимся, в принципе почему бы и нет, да, давайте, наверное, установим всевозможные аддоны. Утилити трейлер, нет, утилити трейлер нам не надо, нам надо, вот, утилити аттечмент, да, соответственно мы устанавливаем. Так, кориджи трейлер, кориджи, кориджи, фигиджи, кориджи, утилити, нет, нет, все не то. Так, это что? Что это такое? А, учебный знак, мне нафиг он не нужен, мы же не ученики с вами, да? Ну, в принципе, все остальное по дефолту и по колесам, давайте посмотрим, что нам установить можно по колесам, внедорожные и вот такие. Ну, давайте, наверное, даже стандартную резину, пожалуй, оставлю. Заводим с вами автомобиль, смотрим на миниатюру. Присутствуют точки разведки, да, в принципе, вполне так рационально они разбросаны. Я так думаю, автор ориентировался, расставляйте точки разведки на дороге, скорее всего, они на дорогах будут, потому что преимущественно количество авторов старается, как вы знаете, всю карту зачернить. Вот, но если там нет дороги, соответственно, ну, рядом, да, там густой лес, они там, естественно, эту точку не поставят, дабы не было проблем с ее открытием. Поэтому с вами мы начинаем. Наверное, я возьму сразу еще с собой автомобиль. Дорога у нас одна. Вот, также в переписке с автором было сказано, что... Так, утилистико Риджи, Фигиджи... О, где-то у нас... Вот, этот биокон можно поставить. Внедорожные колеса. Ну, давайте внедорожные здесь. На двух машинах сразу выйдем. Вот, также автор сразу сказал мне, что дороги на пилорамы, ребят, тупиковые, несквозные, то есть нет такого же эффекта, что придется ездить по одним и тем же дорогам по несколько раз. И, соответственно, ребят, соответственно, в дорожке у нас будут разные. И чем больше автомобилей я сейчас задействую за раз, тем лучше. То есть, ну, выйду, так скажем, из гаража, да? Потому что возьму одну машину, дорога тупиковая, придется возвращаться, да? Ух ты, смотрите, грязючка, да? Оцениваем с вами, естественно, грязь, насколько она хороша. Ну, в принципе, хороша. Хороша грязь. Но пока что я вижу, что грязь качественно сделана без каких-либо нареканий. Серпантинообразная такая здесь у нас дорожка, закругляющаяся, да? Так и, скажем, идет а-ля по периметру данного острова. И здесь мы сразу с вами попадаем на мост, благодаря которому мы переберемся на другой берег. Кощунить. По поводу Кощунить в этой реке. Ну, я бы, наверное, никому не рекомендовал. Дна я здесь не вижу и, скорее всего, очень долго не увижу. Поэтому, ребят, не Кощунить. В плане переправы через реку. Едем вперед. Нас тут же, можно сказать, встречает точка разведки. Что может быть лучше точки разведки при обзоре карты? Наверное, ничего лучше быть не может. Особенно, если мне эту карту придется публиковать на сайте STMods. Все прекрасно знают. Ну, я думаю, что при публикации карты на сайте STMods нужно прикрепить миниатюру карты. Миниатюру карты, прошу меня простить. Вот. Соответственно, мы двигаемся дальше. Заезжаем на заправку. Пополняем наши баки. Пополняем наши аддоны. И будем двигаться уже тогда дальше. Здесь вот у нас будет как раз-таки развилка. Вполне возможно, что здесь мы с вами разъединим автомобили. На одном автомобиле поедем в одну сторону, на другом автомобиле в другую сторону. Короче, как-то вот так. Ладно, поехали. И будем терять время. Время, оно действительно, вроде бы, казалось бы, может быть бесконечным на обзоре. Но, тем не менее, я стараюсь обзорчик делать достаточно такими компактными. Чтобы за минимальное количество времени продемонстрировать, что происходит на той или иной карте максимально много. Ну, так знаете ли, в грязи-то. Ох, криё моё, о чём мы встали-то? Туговато идёт отчасти, я хочу вам сказать, ребят. Туговато на самом деле. Надо ещё параллельно делать скриншоты, не забывать, потому что всё-таки публиковать карту надо. И, соответственно, размещать их надо будет со скриншотами. Давайте один из таких скриншотов будет у нас в этом месте. Практически доехали до заправки, скоро будет счастье, будет скоро полный бак. Всё-таки, когда стартуешь из гаража, 200 литров зачастую не хватает для полного счастья. Чувствую себя, чтобы спокойно, так скажем, да? Вот такая у нас здесь чумазая заправка, ребят. Грязи здесь предостаточно. Но, на самом деле, проходимость грязи, учитывая, что мы едем в сцепки с двумя автомобилями, оценивать несколько сложновато, потому что всё-таки тянется у нас на буксире второй автомобиль, и сказать, что пипец какая плохая грязь, то есть глубокая грязь, тут нельзя. Всё-таки, если бы мы ехали по одиночке, да, то было бы более понятно. Так, давайте пересядем в Урал. В Урале мы, соответственно, тоже с вами заправим все аддоны. А тут их порядка двух надо заправить. Так, бак залили. 300 литров непосредственно на шпунг, да? Плюс 100 литров ещё на багажнике. Всё. Теперь мы можем с вами ехать дальше. Может быть, сразу здесь и расстанемся с одной из машин? Хотя нет, можно ещё доехать туда, до развилки здесь, и тогда уже думать дальше. В таком случае мы с вами пересаживаемся в КАМАЗ. Соответственно, цепляем Урал. И едем дальше. Ручник только не забыть выключить. Двигаемся дальше. Давайте Уралом маленько подгазуем, а то что-то КАМАЗик-то в одноряду тяжеловато. Но мне кажется, что всё-таки у Уралового вот этого двухосника 43206 несколько проходимость лучше, чем у КАМАЗа вот этого, да? Мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь, конечно, но... Сейчас мы это с вами протестируем. Поездим по различным дорогам на КАМАЗе. Также покатаемся по различным дорогам на Урале. И тут станет, так скажем, уже более очевидно, какой же автомобиль лучше по проходимости. Ладно, бросаем мы здесь с вами Урал. Бросаем, говорю Урал. Бросили. Блин, я как всегда забыл ВК закрыть. Ладно, если ещё раз брям, то пойду закрывать ВК. Продолжаем наше движение вот сюда. Посмотрим оформление лесоповала. Обязательно сделаем там скриншот. Я думаю, эта часть достаточно неотъемлемая для любой карты. То, как сделан лесоповал. Насколько на нём комфортно грузиться или некомфортно. Ну, тут в меру, так скажем, кому что нравится, да? А кому-то нравится грузиться в чумазости, а кому-то нравится грузиться на идеально ровной поверхности, без грязи. Ну, видно, что человек, вот, да, вот автор поработал над ландшафтом. Реально ушатанные такие дорожки здесь. Да, спуски, подъёмы всевозможные. Если это действительно, да, первая работа автора, то это она действительно, эта работа вполне достойная. Приехали мы с вами на лесоповал. Делаем мы с вами, соответственно, здесь скриншот. Давайте вот такой скриншот я сделаю. Видно два козла для погрузки брёвен. Видно, стоит у нас здесь Урал-4320 с краном манипулятором и распуском. Вполне возможно, он, по большему счёту, здесь будет работать как вспомогательный автомобиль для погрузки. Но также, в принципе, вы можете его смело использовать для перевозки брёвен. Что вам помешает, да, загрузиться на 3 средними брёвенами и 4 очка доставить на одну из пилорам, которые предоставлены на этой карте. Что ж, поехали, да, наверное, дальше. В принципе, здесь всё понятно. Урал вполне способный работать не только для погрузки, но также и для перевозки. Можно было бы поставить здесь, к примеру, Урал без распуска. Да, и в таком случае уже было бы не так просто заполнять пилорамы. Ну, как минимум, да, на 4 очка здесь смело можно загрузиться и уже отправляться на пил. Несколько легко, легко. Особенно, если кто-то играет в мультиплеере, приехал на одной машине, а уехал отсюда на двух. И сразу, можно сказать, заполнил пилораму одной ходки благодаря двум автомобилям. Ну, кто-то ездит принципиально только исключительно на одном автомобиле, да. Ну, я могу признаться честно, если я ездию, там, прохожу какую-то карту в одиночке, то я зачастую использую, да, действительно, два автомобиля. Или же беру Урал Монстра, благодаря которому я могу сразу перевозить по 8 очков за одну ходку. Потому что, играя в одиночке, знаете ли, ездить туда-сюда по одним и тем же дорогам как-то не хочется. И, съездив на одну пилораму, второй раз на нее ехать уже не особо хочется. Вот, поэтому стараешься перевозить сразу 8 очков. Ребят, вот такой вот у нас здесь достаточно симпатичный брод. Давайте, опять же, сделаем с вами скриншот. И попытаемся перебраться на другой берег. Ну, тяжело, тяжело. Я сейчас даже отпустил педаль газа, потому что начинаю газовать, и машина начинает закапываться. Тихоньку. Ну, тяжело буквально вначале. Потом, кстати, грязь здесь более мелкая становится. Здесь перед нами предстает, так скажем, развилка. Куда бы здесь податься, да, пока что нетрудно сказать. Поставим ориентир. Ну, теперь становится более понятно. То есть, лучше не придерживаться, так скажем, левой стороны. Блин, а здесь что-то я вообще край забуксовал. Не знаю. А, ну да, грязь здесь реально глубокая, на самом деле. Конечно, вот на камазике-то вроде как и едется. Но, по большему счету, вот этот пункт, он мало чего весит. Даже с учетом того, что мы его заправили, да. Вот. Ну, с бревнышками, я думаю, будет здесь достаточно проблематично передвигаться. Ну, в целом, мне нравится карта, честно говоря, ребят. Мне очень нравится по этой карте кататься. Вот здесь вот, конечно, можно было бы сделать лужу, помимо вот этой глубокой грязи, да. Слишком глубокая грязь, а воды нет. Как-то не совсем реалистично. Хотя бы немножечко, но водички стоило бы было добавить, как по мне. Так, очередная точка разведки, ребят, у нас с вами взята. Да, раскрываются перед нами различные пути, различные дороги. Так, куда же нам поехать-то теперь? Ну, наверное, я все-таки вернусь назад. Куда-сюда, да. Вернусь назад. До пилки я не поеду. Откроем вот эту точку разведки. Посмотрим, что у нас дальше. Может быть, еще что-то где-то откроем, да. Давайте возвращаться, разворачиваться. Тратить время там, чтобы посмотреть просто пилораму, как-то, честно говоря, не особо хочется. Могу, в принципе, отдалить камеру. Да, вот таким вот макаром. Примерно у нас ориентир вот такой где-то на пилораму. А, нет, перебор. Явно перебор. Либо недобор. А вот здесь какая-то дорога идет у нас. Вот она, да, пилка. Вот мы попали с вами на пилораму. Разрушенный домик, туалет стоит. Собственно говоря, один из основных объектов пилорамы. Да, и вагончик. Вот, в принципе, вся пилорама. Так что давайте возвращаемся мы с вами в таком случае. Ближе к реке, там у нас будет развилка. И на этой развилке уже поедем дальше. Разворот, разворот, разворот. А на Урале, наверное, нам предстоит проделать более длинный путь. Не знаю, будет ли подъезд к другому острову с этой стороны. Тут трудно пока сказать, пока не откроем все точки разведки. Вот, ну, надеюсь, что будет, как бы. Ну, не факт. Потому что все-таки автор обещал, что не будет дорог, по которым нужно будет ездить дважды. Скорее всего, все пилорамы, ребят, пупиковые. Вот, и поэтому рассчитывать на то, что мы проедем на другой берег, с другой стороны, вообще, наверное, не стоит. Местами суховато, местами грязновато. Вот здесь вообще очень экстремально. Здесь у нас хребтовая такая, ребят, дорога. Прям, я не знаю, очень коварная. Шестью очками в распуске будет очень проблематично здесь проехать. Потому что будет вывешиваться передняя ось из-за того, что вся нагрузка будет уходить на задок. Вот, то есть, вот здесь вот будете, к примеру, спускаться, у вас автомобиль потеряет управление. То есть, вы вперед-то будете ехать, но колеса передние поворачиваться не будут. То есть, ландшафт здесь действительно не позволяет ехать так, как вам хочется, да? А будет ориентировать вас именно на дорогу. Надеюсь, что на дорогу, потому что при вывешивании передней оси, тут, как говорится, куда приземлишься. Очередная точка разведки целенаправленно была сделана здесь лужа. Очень очевидно, да? Такая впадина. Но, тем не менее, в целом смотрится очень даже неплохо. Грязь, на самом деле, очень глубокая. Зачастую очень глубокая. Как по мне, даже малость перебор. Я не знаю, какую глубину грязи использовал автор при создании данной карты. Ну, как своеобразное напуствие. Труду 70, наверное. Ну, максимум 75. Критическая, так скажем, глубина грязи. Вот. Здесь, мне кажется, все-таки больше. Больше выдавлен грунт по экструдосу. Ну, проезжабельно, проезжабельно. На крайняк, ребята, лес везде и всюду. Лебедка вам поможет в любой ситуации здесь проехать абсолютно везде. Вот. Так что, в принципе, вполне все очень адекватно. В целом, грязь сделана очень качественно, да. То есть, нет никаких автоматиков. Ну, вот здесь вот есть небольшая дырочка, да. Ну, упустил автор. Ну, что же, бывает, как говорится. Не критично абсолютно. Абсолютно проехали и забыли, да, я так думаю. Это я, грубо говоря, еду тут и пальцем тыкаю во все косяки, которые я только увижу, да. А на момент прохождения думаешь абсолютно на другом. Как бы, скорее бы, тебе доставить бревна на пилораму, чтобы не заснуть на этой карте. Ну, я не имею в виду именно эту карту, а вообще в целом. Поэтому такого рода косячки незначительные. Они абсолютно не принципиальны. Проезжаем чуть дальше. Смотрим, кстати, да, точку разведки-то я взял, а миниатюру не посмотрел. Дорога, ребят, тупиковая. Стопудово тупиковая. Ну, давайте доедем до нее, да. Доедем до пилорамы. Посмотрим, что там и как вообще оформлено. Проверим, так скажем, местность на возможность сокращения пути. Действительно ли там все настолько тупиково и невозможно будет куда-либо проехать. Даже если и можно проехать, ребят, там река. А река, как показалось нам вначале, она абсолютно непроезжабельная. То есть вода очень глубокая в этой реке. Проехать, так скажем, напрямки, скорее всего, не получится. Здесь вот я стараюсь проехать по окраине, ребят, потому что что-то в грязи месить, в грязь месить, то есть что-то как-то не очень хочется, дабы не тратить драгоценное время. Так, давайте по обочинке, по обочинке аккуратненько мы все это дело постараемся с вами объехать. С бревнами, конечно, делать такие манипуляции будет проблематично, потому что все-таки вес бревен будет вас кренить в грязь по-любому. А при повышенном каком-то крене велика вероятность переворота. Поэтому не рекомендую я вам так делать. Лучше ехать в грязи, может быть, чуть дольше, но зато безопасно. Продвигаемся далее. И попадаем таким вот макаром, ребят, мы с вами на пелораму. Да, дорога, к сожалению, ребят, у нас здесь тупиковая. Никуда далее мы с вами и проехать не сможем, скорее всего. Так что расстаться нам придется здесь с Камазиком. Давайте я сделаю очередной скриншот. Скриншотов я делаю в достаточное количество, чтобы при публикации данной карты было из чего выбрать, так скажем. Вот у нас здесь получается река. Ну, вроде бы визуально она узкая, да? Вроде бы казалось бы, узкая река. Может быть, стоит попробовать там проехать. Ну, мне кажется, она все-таки глубокая. Я не думаю, чтобы автор прям сделал там глубину по щиколотку, чтобы каждый смог там скощунить. Ну, блин, нелепо. Нелепо просто-напросто, да? Такие вещи делать. Но я, в принципе, уже отсюда вижу, что она там глубокая. Хотя, в целом, кажется, что там берег достаточно пологий. Может быть, сиганем. Ну, заглохнем мы. Может быть, дотянемся лебедкой, да? Всякое ведь может случиться. Ну, мелководьем здесь не пахнет, это явно. Ладно, давайте попробуем. Все, заглохли. Цепляемся. Ой, а что это такое у меня тут? Ой, у меня что-то пятая точка всплыла, да? Цепляемся и пытаемся выползти на лебедке. Лебедка у меня, ребята, автоматическая. Даже при заглушенном автомобиле. Машина смело отсюда может выкатиться. Да, можно завестись уже. Я думаю, урон не будет вноситься. Да, абсолютно верно. Урон мы с вами уже не получаем. Кстати, здесь такое впечатление, как будто дистрибьюшн намазан по рандомайзу. Да, то есть лес не такой уж и густой, как мог бы быть. Ну, по крайней мере, не такой густой, как был возле пилорамы. Да, там мы проехали буквально протиснувшись между деревьями. Здесь же мы проехали, то есть едем вполне комфортно. Что у нас здесь? Ух ты, а здесь у нас дорога. Смотрите-ка. Прикольно. Давайте куда-нибудь съездим. Ладно, давайте оставим Уралу. Уралу оставим вот эту точку разведки. А вот к остальным попытаемся проехать на КамАЗе. Что-то мне понравилось на КамАЗе ездить, ребята, точки разведки. Открывать такой компактный автомобиль. Ну, в принципе, он по большему счету по красоте и по функционалу ничем не выступает Уралу. Единственное, у Уралу там еще багажник на крышу ставится. Ну, маленечко пофункциональнее, да, на 100 литров, грубо говоря. Вот. Ну, а так в целом, по проходимости меня КамАЗ вполне устраивает. Вообще офигенный. Прям для теста то, что надо, для теста карты. Третья передача, Газпол. Третья передача, ребят. Грунт вполне устойчивый, вполне комфортно едется. Грязь легко объезжается. Хотел бы сделать небольшое напутствие для авторов, да, такой совет, так скажем. Если вы хотите, чтобы по вашим картам ездили исключительно только по тем местам, по которым вы хотели бы, да, а не ездили абы где, как я вот сейчас взял и грязь объехал, то для этого нужно делать. Для этого нужно вам всего-навсего накидать каких-нибудь палочек. Сделать каких-нибудь холмиков побольше, да. Ну, что еще можно натворить? Пеньков насажать, да. То есть, ну, грязь где-то какую-то там была, лужицу болотистую сделать. Ну, чтобы отпадало у людей желание вообще ездить напрямки, да. Вот сейчас я, в принципе, опять же поеду по этому месту и покажу, да, как можно было бы сделать так, чтобы ездили именно по дороге, а не так, как я вот здесь беру и проезжаю спокойно в наглую. А вот здесь вот автор старался, делал вот эту вот мазюкал грязь, все-таки как-никак, но время-то потратил, да. Ну, вот сделал бы он здесь вот каких-нибудь холмиков накидал бы, дистрибьюшн подогнал бы непосредственно под дорогу, не делал бы вот этого поля. Вот, плюс ко всему, как я уже говорил, можно сделать низинку, да, лужицу какую-нибудь, к примеру, на дороге, чтобы было маленько посуше, да, а по краям дороги было погрязнее. Вот, ну, так скажем, ориентировать людей все-таки на то, где вам хотелось бы, чтобы ездили, а не там, где хочется уже пользователям непосредственно этой игры ездить, да. Ну, просто жалко мне труд авторский. Вроде люди вкладываются, да, по времени, а по факту зачастую, да, многие вещи на картах просто-напросто бесполезны. Так, едем с вами далее. Едем с вами далее. Возвращаемся обратно. Давайте я здесь еще один скриншот сделаю. Где-нибудь подальше, наверное, только прямо когда буду непосредственно. в самой гуще грязи, да, вот это вот. Вот здесь я сделал скриншот. Правда, на каждом скрине у меня будет техника. Почему я в этот раз так делаю? Обычно как я делаю скриншот? Беру вот так вот камеру, да, и делаю скрин. Дело в том, что на КАМАЗе антенны, она, зараза, в каждом кадре будет. Ну, пускай уж тогда весь КАМАЗ целиком будет, а не только его антенна. Короче, как-то вот так. Дорога у нас здесь будет тупиковая, но это, в принципе, ничего страшного. Как бы предпоследняя точка разведки. Здесь у нас вообще все сухо. Я бы на месте автора все-таки заболотил бы вот эту местность немножко. Здесь даже, наверное, вне дороги ехать несколько комфортнее, чем по дороге. Особенно вот здесь вот, да, смотрите. Вот тоже грязь есть, да, но ее можно элементарно объехать со стороны. Причем как с бревнами, так и поражняком. Абсолютно идеально ровная поверхность. КАМАЗ-6522 полноприводной колесной формулы. Ждет нас здесь с топливом. Также он сам полностью отремонтирован и полностью заправлен. То есть, в принципе, автомобиль на все случаи жизни. Доедет куда вам надо при любом раскладе. Открываем мы эту самую точку разведки. Здесь перед нами предстает очередной брод. Очередной брод. Делаю скриншот. Давайте посмотрим по миниатюре. А, нет, ребята. Я думал, это предпоследняя. Это была предпредпоследняя точка разведки. Так что двигаемся мы пока что дальше. Двигаемся дальше и посмотрим, что у нас там повстречается, так скажем. Ну, здесь вот тоже, по-моему, не везде грязь намазана. Или везде. Ну, по крайней мере, в этот брод было проехать гораздо комфортнее. Гораздо легче, чем в предыдущей, который был неподалеку от гаража. Здесь проехали просто на айти. Нифига себе, там кочка была. Ой, ё-моё, я эти кочки не заметил. Просигал, как сайгак, блин. Офигеть вообще. Так, давайте мы здесь немножечко вот так вот сманеврируем. Опять же, да. Минуем, минуем мы с вами эту грязь. И, в принципе, мы попадаем с вами к какому-то пруду. К прудику, да. Ну, прудик, ребят, тоже достаточно коварный. Дна я там не вижу. Вот. Поэтому нырять туда никому не рекомендую. Ездите в дороге. Тем более, что она здесь сухая. Грязи здесь негряма нет. Так что, в принципе, я думаю, с большой легкостью вы сюда проедете. Ну, тоже, кстати, можно было бы сделать скриншот здесь. Давайте я маленько сдам назад. Сделаю скрин. И пересяду уже в Урал. И Уралом открою, так скажем, последнюю точку разведки. В принципе, что я могу сказать, да. Вот, по большему счету, можно даже потихонечку подводить итоги относительно всей карты. Потому что, ну, несложная карта, на самом деле. Вполне очень легкая, я даже так сказал бы. Да. Давайте вот сюда ориентир поставлю, чтобы не заблудиться. Вполне даже легкая. Даже при всем том, что здесь, вроде, казалось бы, там сколько, 5 пилорам, да, вроде. Да, 5 пилорам. И грязь местами глубокая попадается. Но, в целом, да, в целом, грязи это немного. Учитывая, что все-таки это у нас максимальный размер карты, по-моему. Да, это максималка, ребят. Максимальный размер карты грязи здесь немного. Присутствует и в изобилии сухие дороги. Его меня боком тащит, да. Вот, в изобилии присутствуют сухие дороги, по которым ехать вполне очень легко и просто. Ну, вот здесь, да, здесь вот придется по-любому, мне кажется, нам ехать в грязь, как ни крути, так скажем, да. Ой. Сделаю скриншот. Здесь у нас уже антенна нет. Можно позволить себе сделать скриншот сверху кабины. Ничего нам не мешает. Обалдеть! Как нам здесь долго ехать-то, офигеть просто. Может быть, попробовать взять маленечко правее. Конечно, вот еще раз, ребят, можно уточнить, да, относительно. Сможете ли вы вот так вот с бревнами проехать? Вряд ли. Вот, вряд ли, конечно, да. Ой, да я и без бревен, как бы сейчас не перевернулся. Так, вылазим, вылазим, вылазим. Но мне кажется, все-таки Урал, он какой-то более проходимый, по сравнению с КамАЗом. КамАЗ, он не так хорошо едет по грязи. Вот Уральщик прям вообще просто шикарно, ребят, проехал. Так, давайте мы с вами поставим точку на метку на разметку. метку нам разметку на точку разведки. И я так предполагаю, рано или поздно мы приедем к этой точке разведки. Скорее всего, здесь у нас опять же дорога тупиковая будет. Да, вот. Поэтому не буду даже стараться там где-либо сократить, там, скощунить. Буду ехать ровным счетом, так как оно было запланировано автором. то, где автор проложил дороги. Тем более, что еще раз, ребят, повторюсь, дороги здесь вполне сухие. Грязь хоть и встречается, но не в большом количестве. И более того, ее можно вот таким вот багаром объехать. Четвертая передача. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть с березой. Поцеловался. поднимаемся на холм и здесь спускаемся уже с холма а вот и . разведки не думал что я так быстро на нее попаду но тем не менее я это сделал ребят но в целом в целом что я могу сказать по карте вообще конечно карта красивая красивая картотейка ездить по ней реально приятно если это действительно первая работа по моему первая если вот боюсь конечно ошибиться но по моему это первая работа вполне достойная реально достойная то есть автор 10 деревья разнообразные понасажал да и дороги проложил очень лесная название этой карты до вполне оправдывает все то что происходит на этой карте действительно леса здесь полным полно дорог здесь не так уж и много а вот леса здесь в больше в достатке да и кстати обращаю ваше внимание то что и проезд на эту сторону а эту сторону имеется то есть в принципе с повало проще вот сюда ехать вот так а то я на камазе ты поехал смотрите да получается вот так вот проехал открыл здесь точку разведки поехал в обратку то проще наверное урале было проехать отсюда мне гораздо проще было бы стопудово а я здесь еще чё-то где-то по воде нырял ух ух блин ладно ребят давайте закругляться огромное вам спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и не забывайте вступать в мою группу вконтакте витарганство 77 данную карту вы сможете скачать увидев ссылку под видео на сайте с эмоций а также в моей группе всем спасибо всем пока